Здравствуйте! Прошли новогодние праздники и уже можно какие-то итоги подводить. Как говорится, как Новый год-то встретишь, так его и проведешь. Кто-то дома его встретил, кто-то в окопах встретил, а кто-то за границей его встретил, кто-то в Дубае, кто-то в Турции, кто-то на Бали. А вот что я заметил, мы, россияне, у нас отжали Куршавель, украинцы. Ведь когда-то, 10 лет назад, чуть побольше кажется, это же Михаил Прохоров, наш бизнесмен, наш олигарх, туда вкладывал деньги, он туда же девушек модельной внешности возил. Он, чтобы из этой какой-то французской деревни сделать что-то приличное, чтобы не стыдно-то было там показаться, столько, такая пиар-компания была проведена, столько денег нужно. И что теперь? А теперь там вот что. Нас там нету, только Алла Михеева, это соведущая Ивана Ургента на Первом канале, ее только там заметили. Алла Михеева сказала, что она вообще там рядом шла и как бы, ну, она там вообще другим делом была. Она отдыхала там. Вот, кстати, если вы хотите, чтобы Алла Михеева к вам не просто, к вам приехала на ваш праздник не просто, там мимо шла, а приехала именно к вам, поздравила она вас там, то это будет стоить где-то около 10 тысяч евро. Если верить вот этому прайсу, если верить этому прайсу, видите, 779 тысяч. Это прайс якобы с дня рождения Максима Соколова. Максим Соколов – это человек, который сейчас возглавляет вас. До этого он был министром транспорта, а еще до этого вице-губернатором Санкт-Петербурга. Ну, там, это деньги не его. Видите, там как бы нормально так стоит, да, там другие вот есть, там и Хрусталёва было, вот еще, еще много артистов. Деньги не его. Это вы не смотрите, что он чиновник, нет. Это деньги его жены вроде как, потому что у него доход там небольшой, там вот как бы все деньги у жены. Ну, так бывает. Чиновник, сейчас уже не чиновник, сейчас директор ВАЗа, вот, ну, жена богатая. Бывает. А наша элита отдыхала кто где. Кто-то в Дубае, вот Ксения Шойгу, ее там заметили. Невестка главы Совфеда Совета Федерации Матвиенко Юлия, говоришь, она на Мальдивах была. Дочь главы разведки Вероника Нарышкина, говорят, была в Турцию. Рустама Мининханова видели на Мальдивах. Всех, конечно же, переплюнул Максим Васильев, депутат от Курской области, своим горячим алкогольным приветом из Мексики. Здравствуйте, братцы. Всех с Новым Годом. Много денег, много хорошего настроения. Делаю себе специальный коктейль Мунчеллагра. С Новым Годом. Ему, правда, потом Турчак кувалду я пригодил за вот такие поздравления. А вот мне интересно, Турция, эта страна, она-то, кстати, Дубай, Бали. Они не боятся, что их там похитят. Коварная американская разведка. Все-таки это усложнит тогда жизнь Россию. И без того нелегкую. Ну ладно, может, какие-то договоренности есть? Мы же не все знаем. Только догадываться можем. Так вот, у кого по-настоящему год плохо начался, так это у Натальи Комаровой. Это губернатор Ханты-Мансийского автономного округа. Вот это видео, наверное, все видели, где она произносит, Наталья Комарова, фразу, что все в доле. Говоря о строительстве. У нас есть такая забавная игра, да? Мы проектно-смертную документацию разрабатываем. Сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделать проектно-смертную документацию. Там все в доле. Вот все-таки 12 лет, больше 12 лет она на этой должности, губернатор Наталья Комарова. И вот так вот забыть выключить микрофон. Простите меня, пожалуйста. Вы видите, там люди сидят напротив. Она как бы особо не стесняется, говорит, ну уж в доле не в доле, но все точно в курсе. Нет, конечно, ее поняли неправильно. Когда она говорила все в доле, она имела что-то другое, некоррупционную схему. Но вот совпадение. В 21 году был скандал, уже писали о нем в СМИ, скандал с некой компанией СИППРОПСТРОЙ и Николай Сторожук. Николай Сторожук, это тоже строитель с большим опытом. В общем-то, Хантамансийский автономный округ, он в 20-м году был на 9-м месте по бюджету. А сейчас он занимает 5-м, в 22-м году, он в общем рейтинге всех регионов, он занимает 5-е место. 5-е место, это неплохо. Ну понятно, Москва, Санкт-Петербург, 5-е, это неплохо, в общем-то. Как бы там все в доле, не все в доле, неизвестно, но все-таки 5-е место. По поводу комментариев жителей Хантамансийского автономного округа, то все-таки они как бы слова все в доле поняли в негативном ключе. Потому что там и скандал с больницей, которая строится, в общем, долгостроя хватает. Вот что ей сейчас сделать, Наталья Комаровой, год у ней не очень хорошо начался. Но сейчас главное что? Ну понятно, Куршавель она уже не поедет, в Турцию тоже ехать не надо, в Дубай тоже ехать не надо, на Бали ехать не надо. На Донбасс можно поехать с какой-нибудь акцией благотворительной, может быть поможет. Вот если серьезно, в последнее время много говорят о консолидации общества. Но вот судя по тому, как встречали Новый год народ и наши элиты, то это до консолидации пока еще есть над чем работать. Вот так вот. Потому что кто-то в доле, а кто-то и не в доле. Мне кажется, этот год будет интересный, много событий будет в нем. И для России как страны, и для жителей России, для граждан ее, для элиты России тоже. В общем, будет интересно. До свидания.